Сегодня мы поговорим о волонтерах русского географического общества в Якутии. Вот возникают и такие проекты интересные. В частности, такой проект замечательный был предложен нашим другом, нашим членом активным отделением. Это Дергун Геннадьевич Павлов. Это путешественник знатный, предприниматель, который является владельцем уникального судна. Это большого катамарана, который ходил в очень серьезные экспедиции. И вот в летнее время он предложил свои услуги в том, чтобы создать условия для отдыха семей, военнослужащих, участников специальной военной операции. Русское географическое общество не могло остаться в стороне. И мы посчитали, что это очень важное дело, потому что, собственно, мы все, наша страна, должны в такой момент объединиться и создать условия не только для того, чтобы наши военнослужащие отстаивали нашу родину, имея для этого все необходимое, но и создавали условия для их родных, семей, детей здесь, что называется, в тылу. Я капитан катамарана, кочевники. На моем катамаране мы съездили экспедицию русско-географического общества на остров Бинетто. Катамаранами я занимаюсь очень давно, порядка уже 8 лет я занимаюсь катамаранами. И вожу туристов на отдых на реки Лена, на острова, на ленские столбы, на рыбалку, на охоту, на сбор дикого лука. Катамаран – это плавсредство, это самое безопасное плавсредство. Например, у меня грузоподъемность 7 тонн, да, грузоподъемностью 7 тонн какой-то груз. С точки А в точку Б я израсходую бензина ровно столько, сколько израсходует обычная моторная лодка. Столько же бензина. Осадка очень небольшая, то есть я могу пройти там, где обычная лодка или какой-то катер не сможет пройти. А я по мелководию тоже могу ездить на катамаране. Суперджип какой-то, например, если я автомобильный, техника сравнивать, да. Почему катамаран оказался доступен, чем моторные лодки? На катамаране я могу увезти на большое количество человек. Ну, примерно, в среднем? Ну, в среднем, минимум 30 человек спокойно вообще. Сколько? 30. 30? Один раз 30 человек. И это безопасно, а на моторной лодке ты столько человек не увезешь. Причем у меня расход топлива будет такой же, как на моторной лодке, которая увезет 5 человек. А я увезу 30 человек. Ну, вот, еще я хочу добавить, да, то, что вот ни одна туристическая фирма или какое-то предприятие, учреждение для, значит, семей СВО или даже для простых жителей, малоимущих, никогда вот такие проекты, они в жизни не притворяют и бесплатно не предлагают вот эти вот поездки, какие-то развлекательные. Вот только социальная столовая, она нам помогает тоже для малоимущих, многодетных. А вот действительно на природу выезд или вот расслабление какое-то, психологическая разгрузка. Это вот только Павлов Ниргун такой вот уже притворил в жизни. После начала СВО, да, многие начали уходить на СВО, ребята, вот, семьи оставляют, ну, дома оставляют семью, детей, уезжают. Я вот убежден, да, что больше всего страдают дети, это семьи, ну, как им помочь? У меня есть возможность, у меня есть катамаран от выходного дня или какой-то будний, просто съездить на острова, отлучиться, встретиться с природой. Меня в этом деле поддержало и Русское Геофизическое Общество, вот им большое спасибо, низкий поклон, прям, вот, Русское Геофизическое Общество, вы супер. Я вот открыто всем говорю, что Русское Геофизическое Общество самое хорошее общество, которое вот возможно. Русское Геофизическое Общество Русское Геофизическое Общество Русское Геофизическое Общество Русское Геофизисическое Общество Русское Геофизическое Общество Русские Гребетч Speaker Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сафронов Он мне здорово помог И поддерживал меня все это время И как напарник Он всегда придет на помощь Хотя он работает в Сахоцирке Но совсем другой Но все равно ему это нравится Я вижу, что ему нравится И вот как мой лучший друг Он мне всегда помогает Еще хочу отметить волонтеров Которые тоже помогают Например, один работает в милиции Один работает там Пенсионерка Женщина Мария Она в группе моей состоит админом И она берет на себя списки Бумажные документы Все берет она на себя Она очень молодец И она прям такая трудолюбивая Никогда не говорит нет Всегда помогает Она очень хорошо Плюс у нас есть еще волонтеров Например, они занимаются торговлей Просто так помогают На безвозмездной основе Я вот хотел отметить И спасибо большое всем волонтерам Которые помогают безвозмездно Нашему движению Ну, это как мы и друзья И это наши общие друзья Друзья русско-эгрессийского общества Семьи участников Да И насколько для них это Что вы увидели Насколько им это было важно Когда приходит боец Со своим сыном Это вообще Ему так хочется Начать нормально общаться Нормально с детьми Куда-то сходить Чтобы ребенок запомнил Это на всю жизнь Приходили Мама, папа, ребенок Например Или там Мам, папа И несколько детей Они были счастливы Просто проводили время С удовольствием Прямо с Донбасса Люди приходили Я их очень хорошо встретил И взял Затопил баню У меня в бане стоит Полномасштабная Такая парилка Прямо на катамаране Прямо на катамаране Попарились хорошо Поныряли прямо с катамарана Давно так отдыхали? Да, целую вечность Не отдыхал Как-то вот Наверное не отдыхал Так С 14-го года Даже, наверное, с 13-го И ощущение, знаете, полного спокойствия А когда находишься в кругу хороших людей Полного спокойствия Таких дней давно не было У меня прям такой подарок Как река Замечательно Сила чувствуется Вот такая Великая Великая река Вот наш Великий Якутск Возить людей И так далее Будете продолжать? Да, конечно Это мое хобби Это мое самое Любимое дело Я буду поддерживать Всегда буду поддерживать Семьи СВО Это для меня первоочередное Потом детей инвалидов С одним сопровождающим Бесплатно Тоже буду возить всегда Я буду возить Волонтеров СВО Я буду возить Всех ветеранов Войны, труда Ну, не в деньгах Как бы это Счастье И вот это Само нахождение на реке И работа на реке Это для меня Просто это Как заряд энергии Каждый раз Каждый человек Приходит довольный У нас есть такая Замечательная Речка Лена Отдыхайте Всем семьями Побольше времени Уделяйте детям Потому что дети Запоминают Это на всю жизнь Я вот помню Как у меня Меня отец возил В советское время Еще это было На охоту На рыбак Я вот эти Только детские воспоминания Только у меня Вспоминаю только это А остальное Какое-то там В городе Бутуха Я вообще не помню Что там А то, что мы ездили С отцом На охоту На рыбалку Отдыхать Вот Я вот это все Помню Прямо Можно сказать Каждую секунду Помню Вот этого времени Это очень дорогие Воспоминания Для меня И я хочу Чтобы у современных Детей Тоже вот такие Воспоминания были У меня еще Традиция Вот возникла Каждый человек Который получил Получил Услуги Наши Да Бесплатно Он привязывал К моим бортам Леерным Да Ленточку Типа наподобие Соломы И У меня получается Я насчитал Более тысячи Этих ленточек Получается, что Нашими услугами Воспользовались Более тысячи человек Главное отдыхать На реке Особенно Брать с собой Детей С вами был Олег Желнин До скорой встречи Видеоматериалы Сми Телепрограмма Точка Взаимодействия Вы можете Увидеть На ютуб Канале ОКРУГ ТВ А на своем Телефоне Или на Компьютере Набирайте ОКРУГ ТОЧКА ТВ Смотришь И комментируешь Интернет Ресурс ОКРУГ ТВ ОКРУГ ТВ